Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется Вайшлах. Яков идет по дороге к своему отцу Саранукнаан. Он переводит через маленькую речку Ябок, переводит все свое имущество. И он забыл какие-то вещи. Он взял все свое имущество, он взял всех своих, написано взял 11 детей и перевел через поток. Хорошо 11 детей, а Дина где? Медраж говорит, что Яков решил, что Дину он спрячет в сундук, чтобы Эйсам ее не забрал себе. Он решил так поступить, но Всевышний по-другому считает. Всевышний говорит, что ты не дал Дину своему обрезанному брату, то ее возьмет необрезанный. Она была настолько большая праведница, чтобы она, если бы вышла замуж за Эйсава, она бы его могла исправить. И Яков это не подумал. Он так поступил. Когда он всех перевел, он забыл какие-то вещи. Он вспомнил, что на той старинной реке он забыл какие-то вещи небольшие. Говорит, наша устная традиция, что какие-то кувшинчики. Но для праведника очень важно даже то малое, которое дает Всевышний. Поэтому Яков решил за ними вернуться. Яков вернулся туда. Там встретил еще одного человека, который говорит, что давай вместе переведем твое имущество, мое имущество. То есть он ему помогал переводить его имущество раньше. А теперь он говорит, давай мы его переведем. Ну что-то было необычное в этом всем. Яков перевел вместе с ним его верблюдов. Смотрит на той стороне реки, еще больше верблюдов становится. Он опять, опять их больше становится. И он понял, что что-то здесь не то. Кончилось с тем, что они начали с ним бороться. И это был никто иной, как ангел Эйсава, Самоэль. Яков был настолько высокодуховным, что он его держал. Как это понять? Это понять невозможно. Обычнему человеку это не дано. Но Яков был настолько сильным духовным человеком, что он его держал. Держал его до восхода солнца. Он тронул седалищный нерв Якова. Сустав бедра у него вывихнулся. В общем, поразил. Но Яков держал все равно. Он говорит, отпусти меня. И вот взошла заря, я должен лететь служить Всевышнему. Яков говорит, пока ты меня не благословишь, я тебя не отпущу. И он благословяет Якова и спрашивает, как имя ты? Он говорит, Яков. Не Яков должно быть имя твое, а Исраэль. Ибо ты сражался с ангелом и с людьми и одолел. В общем, Яков спросил, как твое имя? Он говорит, зачем спрашиваешь о моем имени? Дело в том, что у ангела имя дается ему на то задание, которое он выполняет. А Яков хотел узнать его имя. Но действительно имя ангела не постоянно. Такое задание выполняет у него одно имя, другое другое. Вот так вот. В общем, что теперь Яков получил это имя. Потом Всевышний, в последствии мы знаем, подтвердит, что Исраэль будет имя. Исраэль так и означает, что тот, кто борется со Всевышним, можно сказать. И написано, что это место называется Пниэль. Но когда он уходил, зашло солнце. И когда он уходил из Пнуэля, вдруг Пниэль превратился в Пнуэль. Что это такое вообще? А он хромает на свое бедро. Как нам можно это понять? Комментарии как-то нам не пишут. Но прямой смысл стиха, что можем мы понять. Впечатление такое, что Яков говорит, ангела видел я и остался в живых. А Всевышний ему говорит, смотри, ты хромаешь на свое бедро. Да, если бы это был обычный человек и так сказал, это было бы одно. Но Яков, он был настолько высокодуховным человеком, скорее всего, он должен был сказать, что... Просто было говорить Всевышний, что он для него победил ангела. Вот так. Поэтому, видно, он неправильно это себе представил. Что Пниэль стал Пнуэлем не просто так. Он должен был, конечно, поблагодарить Всевышнего за это. Скорее всего, так можно понять эти слова. Вот так вот. После этого всего, он уже, мы видим, отослал Эйсаву подарок. Сказал, как их отправлять. Сказал, что не все стада одновременно. Сначала отдал одних животных, через некоторое время других животных. Потом третьих животных. Так постепенно он отдал ему всех животных, которых он распланировал. Он не отдавал эти 20 лет десятину, которую обещал Всевышнему. И теперь это была десятина, которую он должен был отдать. Теперь написано, что вот Эйсав приходит. С ним, мы знаем, 400 человек. Яков расставил всю свою семью. Впереди поставил рабынь и детей их. За ними Лею и ее детей. А потом Рахель с Иосифом последними. То есть, то, что дорого, он поставил последним. А сам побежал навстречу ему. И поглонился до земли семь раз. И наши мудрецы говорят, что он задабривал Исава и говорил много раз, восемь раз, что и вот твой раб Яков за нами идет этим. Богонщиков этого скота, он говорил. И поэтому мы видим, что в главе Вайшлах, в этой же главе написано, это цари, которые царствовали у сынов Исава, перед воцелением царя у сынов Израиля. То есть, восемь царей было у Исава. Потому что Яков восемь раз отдал почести Исаву, которую не нужно было делать. Так пишут наши мудрецы. В общем, Исав увидел Якова, и они плакали, в общем, обнялись. И мудрец пишет, да, действительно, Исав в этот момент расчувствовался от всей души. Другой мудрец говорит, что он хотел убить Якова, хотел прокусить его шею, все вышли, сделал шею мраморной. В общем, ему было больно, поэтому он плакал. В общем, такая ситуация. Мир идет, Он говорит, что это тебе за отряд, который ты послал. Яков говорит, это подарок моему брату Исаву, господину моему. Он говорит, есть у меня много, брат мой. А Яков говорит, прими у меня, потому что есть у меня все. И он упрашивал, а тот принял. То есть, наши мудрецы это все изучают. Они видят, как Яков разговаривает с Исавом. Как нужно идти общаться с Исавом, если нужно пойти на какую-то встречу. Этот текст изучается. Не просто так это все. И то, что нужно дать подарок, если даже говорят, что ничего не надо, я это делаю так, нет. Так делать нельзя. Если нужно дать подарок, надо его действительно упростить, чтобы человек принял. Вот так вот. То есть, здесь очень тонко все это расписано. То есть, поведение Якова, поведение Исава. Надо знать, как вести себя с потомками Исава. Вот так вот. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие туши. Берта Бат Исраэль, Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахун, Владир Бен Григорий, за здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Исхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Римка, Полина Перв, Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирия, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берт, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Мазал Барсас Гула, Ирина Батури, Арон Ари Бен Ри, За хороший дух Арон Ари Бен Двойра, Днис Бен Ахум, Авигаль Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Парна Сай Брют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего Олегу Марченко, Всем браха Парна Саков, она мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, Всем все самого на лучшего, всем желаю крепчайшего здоровья, и до следующих встреч, надеюсь, настоится завтра в 15.30, шалом!